Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Очень рада вас приветствовать. Сегодня я к вам с полезным видео. Сегодня поделюсь хитростями, как можно почистить большое одеяло, большой плед. Многие подписчики просили показать сухой способ чистки, то есть без использования стиральной машины, ванной. Так вот, друзья, все эти хитрости сегодня будут в этом видео. Кто решит постирать одеяло в ванной, заглядывайте ко мне в инфобокс. Я оставлю ссылки на видео, где я делюсь с рецептами растворов, либо какими-то идеями, как можно быстро простирать одеяло с меньшим количеством беды, устранить неприятный запах и так далее, и так далее. То есть все полезные видео будут в инфобоксе. Итак, когда вы вручную постирали большой плед или большое одеяло, возникает следующая проблема. Как его просушить? Одеяло после стирки становится неподъемным. Даже если вы его очень хорошо отжали, в любом случае в нем остается много влаги, и сушить, конечно, большое одеяло нужно, ну, хотя бы на каком-то пространстве. То есть просто его повесить, там, например, на какие-то палки недостаточно. Нужно, чтобы все равно воздух циркулировал внутри этого одеяла, для того, чтобы оно хорошо и тщательно просохло внутри. Так вот, друзья, недавно узнала такую хитрость, что быстро большое одеяло после стирки сохнет вот на такой домашней лестнице, либо стремянке. Значит, после стирки нужно набраться сил, поднять одеяло на эту лестницу. Лестница у меня высотой полтора метра, она очень узкая, поместится даже в самую узкую ванну, то есть будет стоять эта лестница устойчиво, и благодаря вот этой вот горке одеяло будет сохнуть. То есть везде будет попадать воздух, вода будет отлично стекать, то есть одеяло максимально избавилось от воды, вы его переворачиваете и вот таким вот образом сушите. Итак, а теперь переходим к сухой чистке одеяла. Мне кажется, сейчас самое благоприятное время для того, чтобы постирать вот такие вот большие пледы, большие одеяла, потому что на улице мороз, можно провести отличную дезинфекцию постельных принадлежностей. Значит, все, что можно сделать при сухой чистке, это удалить вот с этого наперника пятна, убрать неприятный запах и продезинфицировать. Начнем с удаления пятен. Я для того, чтобы удалить пятна вот при сухой чистке с одеял, использую мыло, мыло корейское. Значит, почему именно корейское, мне кажется, оно не дает обильной пены, то есть оно не так пенится, как наше очень хорошее хозяйственное мыло, никогда не отказывалось от нашего производителя, но у нашего хозяйственного мыла обильное пенообразование. Итак, вот пятно, которое нужно удалить, беру мыло, смачиваю его водой и распределяю по пятну. Все, этого достаточно. Можно немножко почистить губкой. Все, буквально несколько минут оставить для контакта и затем дочищаю. Очень непередное мыло. Смотрите, вот пены нет. То, что нужно для чистки постельных цинодвежностей. Дальше остатки моющего средства, остатки мыла собираю при помощи салфетки из микрофибры. Она очень хорошо собирает пену, мыло, ткани. Все, пятно удалено. И так с каждым пятном на пледе, либо одеяле нужно поступить. Я вам покажу, какие мыла есть у меня. Значит, у меня есть вот такое вот розовое мыло. Это мыло у меня с эффектом соды. Дальше у меня есть мыло с эффектом кислородного очистителя. Очень классно работает это мыло на белой ткани. Есть еще очень хорошее мыло. Вот у меня с этого мыла я начинала свое знакомство с корейским мылом. Вот такое вот голубое. Я думаю, что многие его знают. Оно очень большое, здесь, по-моему, 200 грамм. Это мыло идет с эффектом кипячения. То есть кипятить ткань мы не можем, то есть горячую воду добавить не можем. Можем добавить вот это мыло, которое как раз создает такой эффект. Это мыло идет с энзимами. Я вам уже рассказывала, что энзимы это те компоненты, которые при низкой температуре выталкивают любые пятна, хоть органику, хоть не органику, на поверхность. Поэтому, друзья, любое мыло, которому вы доверяете, можно корейское, можно любого российского производителя мыла. Главное, чтобы оно хорошо очищало. Но иногда для чистки одеяла либо пледа одного мыла недостаточно. Иногда бывают очень стойкие пятна, которые требуют более мощного по своей формуле, по своему действию средства. Для того, чтобы удалить стойкое пятно, растворить его, потребуется скипидар либо бензин. Но скипидаром и бензином нужно пользоваться в проветриваемом помещении. И одеяло после такой чистки нужно будет долго просушивать, выветривать, потому что запах очень сильный. И скипидар держится на одеялах, на верхней одежде значительно дольше. Бензин быстрее выветривается. Я для чистки стойких пятен использую бензин галоши. Но и бензин и скипидар имеют в своем составе такую смоленистую масляную основу, которая, удаляя пятно, взамен может оставить такую жирную пленку на поверхности ткани. Поэтому обязательно бензин нужно распределять на крахмал. Вот стойкое пятно, которое абсолютно никак не поддается чистке мылом. Значит, сейчас беру немного крахмала, распределяю на пятно и сверху добавляю бензин галоши. Все, ватный диск смоченный в бензине, прикладываю к крахмалу, прикладываю к пятну и оставляю для контакта. Минимум минут на 30. Итак, друзья, прошло буквально минут 10. Пятно стало значительно светлее. Значит, беру немножко мыла и мылом все смываю, в том числе и крахмал, в том числе и бензин. Все, друзья, смотрим результат. Полностью отстиралось пятно, никаких следов от него не осталось. Вообще, считаю, что бензин и скипидар лучшие помощники в удалении стойких, загрязнений, стойких пятен. Единственное, нужно будет хорошо проветрить ткань, потому что сейчас, конечно, запах бензина сохранился. Но он очень быстро улетучивается. Вот буквально несколько часов на морозе и запах выветрится. Стойкое пятно, возможно, такой чисткой нужно чистить будет не один раз, но в любом случае результат всегда есть, всегда заметный. Это что касается стойких пятен. После удаления всех пятен выносим одеяло на улицу, выносим на мороз. Держим на морозе не менее 5 часов. За это время одеяло хорошо избавится от всех неприятных запахов и будет его дезинфекция. Дезинфекция внутри ткани. Летом такое тоже можно сделать. То есть в этом будет помогать солнце, зимой в этом будет помогать мороз. Но при морозе, если честно, мне нравится больше. Мне кажется, тогда вот прям внутри все покрывается какой-то морозной свежестью, морозной чистотой. И еще один огромный плюс чистки одеяла зимой – это наличие батареи. Можно одеяло разместить рядом с батареей и быстренько его просушить. После улицы проводим еще одну дезинфекцию одеялом. Значит, я всегда в своем хозяйстве имею хлоргексидин. У меня есть 0,05 и есть более концентрированный хлоргексидин на те случаи, если мне нужно прям что-то тщательно продезинфицировать. Все это заказываю либо через интернет, либо покупаю в хозяйственных магазинах. И хлоргексидин продается в светофоре вот такими вот большими бутылками. Значит, хлоргексидин я переливаю вот в такую вот бутылочку, покупаю ее в магазине FixPrice. Удобно использовать вот если вам нужно распылить хлоргексидин, чтобы он не оставил никаких пятен на одежде. То есть мы, казалось бы, одеяло просушили, да, то есть нам пятна не нужны на чехле. И сейчас начинаем, допустим, из обычной брызгалки распылять хлоргексидин, вновь оставляем пятна воды. Так вот, вот это вот устройство для барикмахерских ружб распылять очень мелко, никаких следов от хлоргексидина не останется. Значит, я хлоргексидин уже в эту бутылочку перелила. И теперь мелким распылением по всему, по всему одеялу я прохожусь. Наношу достаточно много. И даю вот этому хлоргексидину затем, естественно, высохнуть. Вот таким вот способом сухой чистки пользуюсь лично я. Я надеюсь, что какие-то моменты, какие-то советы, может быть, и весь процесс вы для себя возьмете на заметку. Все это на самом деле делается очень быстро и результат всегда хороший. Что нужно при сухой чистке? Это удалить пятна. Хорошо продезинфицировать не только ткань, но и все внутри. И третье, это устранить все неприятные запахи. Все эти три этапа я выполнила. От всех этих неприятностей избавилась. Одеяло абсолютно чистое. Поэтому, хозяйки, берите советы на заметку. Как я и обещала, больше информации в инфобоксе. Туда заглядывайте. Также, друзья, подписывайтесь на мой Телеграм. Там больше советов, больше интересной, полезной информации. В Телеграм каждый день я делаю публикации, поэтому присоединяйтесь. Ссылочка тоже будет в инфобоксе. Вам огромное спасибо за просмотр. Если видео полезное, поставьте какой-нибудь небольшой смайлик. Напишите полезно, понравилось. Мне будет очень приятно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.